В Чебоксарах появился чудо-град. Так назвали детский сад, открывшийся в юбилейный для столицы день. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Открытие детского сада – праздник для большой семьи. У супругов Сандыркиных прямо как в сказке. Четыре сыночка и лапочка-дочка. В чудо-град провожают трехлетнего Пашу. Все жители этого города ждали садик, потому что много-много детей, маленьких много детей. И все хотят ходить в садик в шаговой доступности. Пятый ребенок, надеемся, тоже в этот садик попадет. Вместе с Пашей в детский сад пойдут свыше 240 ребят. В бурно растущем новом городе немало молодых семей. Создать условия для обучения дошколят в шаговой доступности – задача национального проекта, отметил председатель правительства республики. До конца года, помимо этого детского сада, должны быть введены еще два детских сада. А в целом, в рамках национального проекта, в 2019 году будет построено 10 детских садов, введены две школы. Город строится, город развивается, все это на благо горожан. Город мечты вырос и у стен детского сада. Из конструкторов и из красок на мольбертах. Свои задумки в реальность воплощали участники фестиваля рабочих профессий. А зам рабочих профессий намерены обучать и воспитанников Чудо-Града. Это часть большой образовательной программы. В детском саду создана очень богатейшая предметная среда. Здесь есть все для развития детей. Не просто для развития, а для всестороннего. Стараемся квалифицированных, высококвалифицированных специалистов набирать. На строительство детского сада направили порядка 200 миллионов. Для досуга малышей в Чудо-Граде, игровые комнаты, театральная студия, спортивные площадки и даже бассейн. Вслед за открытием уже второго по счету детского сада в Новом Городе строится и третий. А еще и школа на более чем полутора тысяч мест. Ее открытие намечено на следующий год. Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков. Республика.